Детский коллектив Мозаики Коллектив «Родник» приготовил для зрителей нечто особенное. Помимо игры на гуслях, рожках, балалайках, в руках артистов зазвучали старинные бытовые инструменты. Нина Борисенко, руководитель ансамбля, утверждает, так дети узнают, что было в обиходе наших предков и приближаются к истории своей родины. Вот это в основном будут жилейки играть. Это русский народный такой, духовая струня, хороводная такая музыка. И потом очень смешная музыкальная картинка шумовая в опузице, в которой мы используем много шумовых инструментов, пилы, косы, трещотки. Коллективу «Родник» больше 30 лет, и его отличительной чертой является преемственность поколений. Солистку Нину Лютову привела в ансамбль ее мама. Я пришла в «Гуслеры», когда была как раз в возрасте своей дочки. Дети здесь занимаются танцами, вы все это увидите на концерте. Дети поют, дети рассказывают стихотворения, играют на разных инструментах. Естественно, когда у меня появилась прекрасная дочка, куда я могла ее отдать? Только в ансамбль «Гуслеры». Хореографический ансамбль «Видновчаночка» подготовил танцевальный номер, посвященный солдату, который возвращается с фронта домой. Мы хотели сделать танец именно в военной тематике, в тематике победы, какого-то праздника такого, чтобы он выглядел красиво. Танцоры также показали зрителям финский народный танец. Участница коллектива Лиана Мельковская отмечает, народные танцы – отличительная черта «Видновчаночки». Мы берем вообще танцы из разных странных мер. У нас есть еще Болгария и также русские, народные. Мы подготовили танец по болтаюм или финские. Это очень интересный танец. Он про финляндию. Восьмилетние Элина Солнцева и Юлия Заболотина из коллектива «Мозаика» подготовили акробатический номер. Элина признается, на подготовку ушло два месяца. Самый сложный трюк – это поддержка в воздухе. Мы будем на трапеции выступать. Сначала она меня держит, потом я ее держу. Яркие номера никого не оставили равнодушным. Отчетный концерт творческих коллективов каждого зарядил положительными эмоциями. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.